Это был наибуйнейший православный магнатский род у Великим Князтью Литовским. Его представники уписали шмат ярких сторонок в историю нашей родимы. Их родовым гербом была погоня. А главной резиденцией старожитный Слуцк. Алельковичи являются одним из далеких от галинованья уроду легендарная Гетемина. Яны нащадки Владимира Альгердовича, киевского князя, який и отримал от Витовта увочину Слуцкое и Капыльское князь. Старейший сын Владимира Алелька, мужный вояр и разважливый дипломат, был одним из тех, кто унес свой уклад в историческую перемогу на Грунвольском поле. Мне уявляется, что и он икрас перед этой битвой мог натхняться успоминами про выдатную перемогу князя Альгерда, своего деда, над иншим смиротно небеспечным для ВКЛ ворогом, над татарской ордой в 1362 году на Синих водах. Учась феодальной боротьбы у великим князстве после смерти Витовта спочатку подтримливал Жигимонта, а лепотым перешел на бок с бедрыгайлы. Это будя каштовать ему семи годов життя, які Алелька проведе у вязницы по загаде Жигимонта. После себе Алелька покинул двух сынов – Семена и Михаила. Старейшийся Мен отрымав у спадчину Киевское князство и вайшов в историю, як разумный господар и мужный оборонца Айчыны от татаров. Амбиции ж молодшого Михаила были значно большими. Зявляючися наместником великого князя Казимира у Великим Новгородзе, Михаил бачил себе на господарском стальцы, выкараставши незадоволенность Казимирам, всеродни которых магнатов Великого князства, Михаил Алелькович организовал змову супротягу. Мэта была вельми простой. Падчас визиту Казимира у Кобрынь забить Великого князя. Змова супротягу великого князя Казимира, якуя головную ролью хиба адыгрывали Алельковичы, гэта нельга назвать неким таким замахом стану злочинством. На мою думку, гэта был акт патриотычный. Эта людзе, які брали у дел, организовали змову, думали пра краину. Чому? Великий князь Казимир одночасово был польским королем и дбав в основном про польские справы. И он был в основном у Кракове, приезжав у Вильню довольно редко, занятбав ущуу сходнюю политику державы, на приклад, относенную с Москвой. Это привело до того, что Великое князство Литовское стратило не только союзников. Великий Новгород, Цвер, Москва их одобрала, потиху завоевала, хотя Великое князство Литовское было гарантом их незалежности. И Казимир, не займаючись этими справами у сходнями, не покидал намечника в Литве, который мог бы выражать проблемы великой политики. И вот як реакция на тое, что держава може загинуть, что Москва забирая силу, была гэтае змова. И они хотели яго забить, но, нажаль, у те часы это была такая нормальная реакция, нормальный способ проведения замаха в стану, посадить великого князя Нового, який б займався державой. Но планы гэтае были выкрыты. Из-за мест великокнязских палацов Михаил Алелькович в 1481 году скончил житчо на плахе на головной площади Вильни. Прилюдно ему отсякли голову. До того ж нащадки мятежного князя уже не отрымали у спадчину киевское князство. И далейшая история Алельковича непарывно связана со Слуцком. Нельга не узгадать проведомую Анастасию, женку князя Семёна Алельковича. Падчас татарского набега яна в отсутнасть мужа самостойно отшолила дружину и дала бой горгам. И надалей паспякова организовывала оборону города ад татаров. Але не только ваярами славны был род Алельковичу, але и людьми, что дбали прадуховнасть. В 1582 годе князем Юраем Третьим Алельковичем уласноручно было прописано Евангелие. Паводля места своего створення и оно отрымало назву Слуцка. Доволе долго оно заховывалося у Свято-Троицким мужчинским монастыры. У початку Советско-Немецкой войны зникла и только у наш час уникальный рукописный помник 16-го стагодзя одна з национальных православных святын Беларуси была вернута на родзиму. Лёсам было наканавана кабунучка Юрая Третья Алельковича княгиня Софья стала опошней з роду. Жонка Януша Радзивила яна активна займалася духовными справами у родным Слуцку, будавала церкви и шпитали, опекавалася Троицким монастыром. Але во взрослце 32-х годов не вытрымала родов и померла. И вельми худкость роджи Хароу Мястечка пайшли чутки працуды, что небыто отбывалися летруны князёвны. Уже тады её пачали шанаваць як святую. А у наш час Софья Слуцкая была канонизована православной церквой. У ейном родном Слуцку у 2000-м годзі был очиненный помняк. Коли я стою для бронзовой Софьи Слуцкой, я завсёды згорычу думаю про тое, як мало у нас помняков выдатным занчинам, які у історії Беларуси отыгрывали ролью не меньшую, а може быть навіть большую замужчин, починаючи з часов Рогнеды, яка уратавала династую Рогвалодовича, може быть, уратавала всю традицію нашій державності. Мене в'являється, що ми в великім довгу перед занчинами, выдатными занчинами нашої історії. Бо опроча помняка Софьи Слуцкой, ну, ми можем згадаць, конечне, някалькі помняка у Ефросині Полоцкой, і бадай, що на гэтам спіс обрывається. Род Альєлькавіча удаў нашій історії шмат ярких особал. Яны стваралі історію велікага князства, історію, якой щонню ми можем ганарыцца. Субтитрувальниця Оля Шор